В зале собрались те, кто много лет отдал работе с трудными подростками и неблагополучными семьями Десногорска. Первопроходцем стала Вера Николаевна Сорокина. В то время города ещё не было, а был просто рабочий посёлок. А с 1999 года в комиссии работает Ольга Гавриловна Бабур. На её смену ответственным секретарём приходит Людмила Николаевна Сергеенкова. Хочу сказать, что в последние годы наша комиссия, ну вот видите, наша, ну никак нельзя уйти от этого, она не только комиссия, не только оказание, она ещё по защите их права. То есть туда идут дети, туда идут взрослые за помощью. И мы всегда всех приглашаем, и сейчас комиссия работает на профилактику правонарушений. И мне хочется поздравить всех с этим праздником и пожелать комиссии как можно меньше работы. С 2002 по 2017 год коллегиальным органом в должности председателя КДН руководит Сергей Тощев. Работали мы дружно. Несмотря на то, что комиссия несла административную функцию, то есть привлечение несовершеннолетних к административной ответственности за совершённые правонарушения. Но главной задачей, конечно, мы видели в Сеченой комиссии, это прежде всего профилактическую работу. Это работа с родителями. Это разобраться в каждом конкретном случае, в каждом конкретном правонарушении, чтобы докопаться до причин их совершения. Ну и, конечно же, здесь же на комиссии попробовать решить те проблемы, в результате которых эти семейные проблемы, может быть, межличностные отношения в школе подростков, которые привели к совершению этих правонарушений. Вот в этом, конечно, видели основную задачу. Конечно, очень много уделялось работе и с родителями. С родителями, потому что ребёнок воспитывается в семье. Сейчас в комиссии по делам несовершеннолетних и их прав на учёте состоят 31 подросток. И ведётся профилактическая работа с 20 семьями, где воспитываются несовершеннолетние дети, права которых были нарушены. Возглавляет работу на данный момент заместитель главы по социальным вопросам Александр Новиков. В состав комиссии входят представители Комитета по образованию, органов опеки, полиции, медсанчасти номер 135 и Центра занятости. Ответственным секретарём назначена Наталья Радченкова. За добросовестный труд и в честь юбилейной даты те, кто много лет отдал работе с десногорскими трудными подростками и их семьями, в этот вечер были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами от главы Десногорска.